всем привет я гела и сегодня девчоночки берем вот такие вот я взяла квадраты 4 белых и 4 цветных в красно-зеленой гамме по 8 сантиметров и теперь эти квадраты нам нужно соединить между собой то есть цветные с белыми с фоновыми вот соединять буду по диагонали можно прочертить по линейке линию по диагонали чтобы вам было видно вот я просто согну размеры небольшие вот таким образом и не видно линию сгиба и буду ориентироваться на нее теперь положим строчку стоит с другой стороны от диагонали я буду шить на ширину лапки 0 5 и вот таким вот образом не срезая ниточки мы шьем по одну сторону от диагонали все вот эти пары я взяла такую новогоднюю гамму зеленые красные цвета можно брать разумеется любые на ваше усмотрение это могут быть черно-белые красивые это может быть в одной палитре цветовой но раз в разной тональности там разные принты может быть ткани да очень красиво будет все это смотреться дальше смотрите я разделила эти заготовочки и разрезала по диагонали и получила вот такие вот квадратики которые уже в свою очередь по 7 сантиметров то есть по 0 5 припуске на припуске ушло и у меня получились вот такие полу квадраты по 7 сантиметров далее я срежу уголочки вот так и и дальше смотрите соответственно к этим заготовочкам нам нужны теперь ци целые квадратики и фоновые и цветные тоже соответственно по 7 сантиметров вот это четыре цветных также в красно-зеленой гамме я взяла по 7 сантиметров и 4 фоновых и вот таким вот образом выкладываем звездочку это будет центра и центральный элемент блока ну тоже цвета на ваше усмотрение все это можно выложить узорчик да вот вот такую звезду мы выложили ну а дальше эту звезду выкладываем книга такую вот красивую большую богатую рамку из рядов квадратиков тут уже полное разноцветие вот полная мешанина и получилось это просто восторг как красиво вот смотрите вот таким образом я выложила рамку и эти маленькие квадраты соответственно уже 7 сантиметров до и у меня получился вот такой вот блок или уже целый топ для какого-то изделия для подушки например или для одеяла представляете как шикарно будет если много таких блоков сшить или один большой например или ну как угодно можно тут обыграть да эту идею прелесть какое красивое получится изделие вот смотрите у меня получился вот такой блок восемь на восемь сантиметров вернее квадратов сетка вот то есть 64 квадрата и далее нам нужно соединить в полотно вот квадратики довольно мелкие 8 сантиметров поэтому в принципе можно соединить сначала квадраты будут в такие вот по 4 штуки вот в такие блоки смотрите когда будете соединять вот нужно обращать обратить внимание чтобы припуски в разные стороны смотрели вот эти были заглажены вот так и вот так например да но на ваше усмотрение вы вообще можете разгладить эти припуски но я вот так вот не возилась а вот таким вот образом противоположном направлении припуски вот дальше даже можно разложить замочек на четыре стороны покажу как это делается вот видите вот такая заготовочка так вот здесь посередине разделить и вот таким образом раскрыть и как бы в этом блоке припуски у вас все идут как бы по кругу заглажены да и в центре вот такой замочек из четырех квадратиков вот видите и припуски по кругу можно заготовить вот такие вот блоки видите маленькие тогда получится у вас как бы если вот это квадрат то получится 4 сетка из четырех квадратов 4 на 4 16 таких заготовок и затем собрать их уже в полотно вот таким вот способом скоростным но я решила все-таки продолжить своим любимым способом я вот так вот беру по одному квадратику и сразу собираю весь топ смотрите прям вот так не срезая ниточки в общем на ваше усмотрение как вам удобно девчонки собирайте я шью из новых тканей но если шить например избу ткани или из каких-то разнородных которые не непослушные там плохо поддаются требуют особого внимания то можно вот из таких вот и квадратики то тут довольно мелкие поэтому тогда уже лучше не рисковать наверное с такой сеткой а собрать сначала вот в такие блоки по четыре штуки а затем эти блоки спокойно уже собрать в полотно вот у меня в данном случае ткани послушные поэтому я их прямо вот так вот подряд и кстати девчонки для тех кто не знает если вам нужно пишите вконтакте в прелести прелестные все эти ткани в наличии вот можно взять такую палитру гранта в данном случае красно-зеленая дать тематика можно взять то совершенно любую какую-то осеннюю палитру недавно было видео с листом да какое красивое сочетание прелесть просто кленовый лист машины вот так что подпишитесь на канал там на канале у меня все разложено по подборкам по плейлистам и вы совершенно легко можете найти любое видео смотрите а тем временем я собрала вот такое полотно девчоночки когда мы собираем квадратики припуски у нас смотрят в противоположные стороны и когда уже мы собираем полосы по горизонтали то все припуски вот таким образом я заглажу в одну сторону я делаю так вот и получается вот такая прелесть прелестная вы посмотрите как красиво да насколько простой незамысловатый блок а посмотрите какая красота какая прелесть так красиво он смотрится и цвета и ткани можно выбрать какие угодно можно синие белосиню палитру взять до голубые там с золотом ну то есть желтизной такой обыграть синий там с белым ну как угодно ну и не только разумеется новогоднюю это просто я вам показала пример новогодняя такой наскутный блок и если сшить таких блоков много это получится восторг просто восторг какое красивое изделие ну или можно даже один из более крупных квадратов собрать прям сразу в одеяло мне кажется вот чем мельче вот такая прелесть и такая красота представляете блок шьется несложно можно нашить много таких блоков совершенно не особо так напрягаясь и получится просто прелесть вот сейчас покажу еще одну идею смотрите у меня зеленые квадраты здесь уже у меня были по 11 сантиметров девчонки у меня были тоже из того что есть использую но вообще было бы красиво если бы я вот эти зеленые квадраты взяла все в разных тонах вот зеленые но разных цветов и оформила их дальше вот такими уголками смотрите нам нужно по четыре заготовки совершенно легко без всякого кроя из обрезочков зашиваем по два уголка в каждом квадратике и вот нам надо четыре заготовки и одну заготовку заданного цвета то есть если 4 красные квадратики с лучами да то одну заготовочку также один сантиметров красного цвета вот синие и одна заготовка синего и так далее вот такие вот наборчики нам нужно заготовить совершенно просто шьется видите квадратики вы знаете чем разнообразнее вот эти лучи тем интереснее то есть выше ниже шире уже вот эти вот лучики вот тем интереснее очень красивее получается лоскутный блок и также можно использовать совершенно разные ткани совершенно разные цвета вот ну и после того как вы заготовили но вообще самые простые звезды но так эффектно и красиво смотрится фон я взяла из того что было но еще раз повторюсь можно вот эту зелень взять все разных цветов вернее в разной палитре разные принты дай рисунок ткани но там в едином цвете в единый цветовой гамме например зеленый то то получилось бы вообще прелесть прелестная но ничего вот такой блок тоже очень красиво смотрите таким вот образом мы выкладываем наши заготовочки здесь мне не понравилось я все таки решила дошить поярче вот и эти звезды можно посмотреть моих ранних тоже видео как они выглядят и на белом фоне на синим мы делали там разные до разноцветные звезды или в едином цвете и вот в конце видео я немножко фотографии еще выложила своих работ из мастер-классов опять же на все эти фотографии есть каждый мастер-класс поэтому посмотрите а если вам что-то понравилось заинтересовало то заходите на канал и в подборке звезды или в подборке подушки например да в плейлисте вы найдете эти мастер-классы вот смотрите какая прелесть смотрите но не прелесть разве вот этот блок квадраты по 11 сантиметров и в итоге получилось сетка 5 на 5 то есть 25 квадратов вам изначально нужно мой какая красота да и любые тряпочки вот так можно использовать ну просто прелесть и теперь точно так же я собираю эту красоту в полотно вот это же можно и одеяло целого таким образом собрать и это будет просто великолепно смотреться вот так же собираем сначала квадратики в полосы также не срезая нитки да вот такую гирлянду насобирали а потом все это собираем по горизонтали вот и все девчонки ну прелесть же прелесть такие идеи красивые возьмите себя на вооружение сшить и что-то можно к новому году сейчас по нашей всякой красоты и прелести просто красота и и совершенно не сложно эта красота шьется и первый и второй блок мне очень очень понравились я их просто обожаю вот я надеюсь и вам тоже это видео понравится и пригодится для собственных шедевров разумеется шить можно совершенно из любых тканей после того как вы сошьете эти блоки ну или там какое вы захотите изделия вы простегаете это полотно поэтому ткани можно брать какие угодно вот стежечкой вы все их уравновесите и получите прелестное прекрасное изделие ну а если вам понравились вот эти ткани то пожалуйста обращайтесь ткани в прелести прелестной вконтакте и я с удовольствием вам отправлю и до размеры вот первый блок у меня получился 48 ну плюс минус там 49 сантиметров второй блок 46 сантиметров или наоборот 1 46 2 49 до 48 49 вот но эти вот фотографии это все мы с вами уже шили раньше это фотографии из мастер-классов но она этом я с вами прощаюсь мои дорогие желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения всего вам самого доброго скоро увидимся пока пока а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok